всем привет дорогие мои 8 часов московское время у нас с вами прямой эфир мы с вами сегодня встретились для того чтобы позаниматься с утра практикой осознанности утренняя практика осознанности и хорошо утро начинать с этого еще раз в очередной раз напомню вам о том что осознанность это не процесс осознанность это наша истинная природа это аспект нашей истинной природы это наша способность осознавать быть включенными быть в ясности это способность с которой мы рождаемся она не приобретается другое дело что мы в моменте можем спать и тогда мы проваливаемся в такое состояние неосознанности автоматизма шаблонных действий и создается ощущение как будто мы спим как будто мы живем но жизнь проходит мимо нас ли она кажется за стеклом или кажется что мы живем но при этом как будто вне отсутствует вот когда включается осознанность тогда соответственно жизнь наполняется совершенно другими смыслами появляется ощущение присутствия я присутствую здесь и сейчас появляется ясность начинает чувствуется а любовь потому что любовь это тоже аспект истинной природы человека появляется появляется чувствование себя своих истинных потребностей появляется такая появляется чувствование другого человека мира мы начинаем чувствовать и ощущать мир не через фильтры а напрямую это сострадание да это сопроживание жизни вместе со всеми кто в ней присутствует с теми с кем мы взаимодействуем в конкретный момент времени это конечно же ощущение ясности такой ясности мудрости да я знаю но я не могу сказать откуда я это знаю я это чувствую я это знаю я чувствую это всем существом появляется знаю ну и конечно в ученица такая тихая радость и состояние счастья но изнутри она ничем не обусловлено но просто есть и вот это раскрывается все на фоне осознанности осознанность это такое ясное небо наше которое которое пронизывает все наше существо и на фоне которого могут появляться различные состояния ощущения эмоции чувства все что угодно вот оно происходит на фоне этого ясного неба и небо тоже может быть разным иногда но пасмурное иногда она ясно затянуто такими тонкими облаками перистыми иногда это тучи тучи в общем все может меняться но мы знаем что небо ясно и вот поиском этого ясного неба в себе раскрытием его осознанием его мы и занимаемся и очень часто люди говорят о я начинаю как только я сажусь в практику наваливается такое огромное я обнаруживаю не наваливается я обнаруживаю такое огромное количество мыслей которые невозможно остановить что я просто оказываюсь к этому не готов и человек начинает стремиться к тому чтобы остановить мыслительный процесс чтобы сделать ему тихим на самом деле я хочу сказать что вот то что вы обнаруживаете огромный объем мыслей и такой довольно беспорядочный шумный поток мыслей это уже свидетельство того что вы начинаете осознавать потому что до этого вы мысли не замечали а в тот момент когда вы погрузились в практику вдруг обнаруживается вот этот поток это уже говорит о том что вас включилась осознанность включил включилась осознавание и это уже очень здорово останавливать мысли бороться с ними каким-то образом влиять на этот процесс довольно бессмысленно потому что остановить их невозможно за ними можно лишь наблюдать увидел принял осознал отследил проводил увидел отследил и я рекомендую заходить в практику в такой открытой в открытом состоянии в состоянии приятия расслабленности в состоянии любознательного исследователя который отправляется в очень увлекательную экспедицию исследовать то что будет происходить он не знает что он обнаружит может быть сегодня будет тише а может быть сегодня внутри будет громче я не знаю этого никто этого не знает и вот сам момент открытия заход в практику без ожидания без каких-то намерений в состоянии исследователя для того чтобы исследовать природу своего ума свою природу вот это очень увлекательно и это имеет смысл это очень много дает потому что борьба порождает сопротивление а когда мы заходим в открытости без ожиданий в приятии с интересом с любопытством и любознательностью здесь начинают открываться очень многие двери и давайте мы сегодня будем заходить в нашу практику из состояния любознательного исследователя который отправляется в увлекательную экспедицию по исследованию природы своего ума и сегодня мы посвятим практику тому что мы будем исследовать процесс сосредоточения на дыхании и состоянии нашей диафрагмы диафрагма это мышца которая находится в подреберье вот если вы возьмете ваши ребра обхватите пальцами вот так вот чуть-чуть внутрь подогнете под диафрагму себя кончиками пальцев то вот там как раз лежит очень мощная мышца отвечающая за дыхание брюшная легочная диафрагма отделяющая легкие от брюшной области и диафрагма являясь большой мышцы она способна напрягаться расслабляться и как показывает вот моя практика фридайверов диафрагма это то что накапливает на себе огромное количество напряжения когда у человека стресс он испытывает стресс из извне и запускаются сильные стрессы запускаются процессы внутри вырабатывается адреналин нор адреналин кортизол обычно человек либо бежит либо замирает либо пьет да и вот чаще всего замирания или убегания начинается тогда оно ему сопутствует замирание дыхания то есть мы как будто перестаем дышать диафрагма хоп напрягалась и остановился процесс дыхания напряжение напряжение создалось и вот очень часто наше состояние состояние оно его можно отследить по состоянию диафрагмы когда в человеке много стресса когда в человеке много напряжения диафрагма напряжена она не очень полноценно работает вот сегодня мы и понаблюдаем за тем что происходит в нашей диафрагме и так садимся удобно садимся удобно в любую позу для медитации я предпочитаю бирманское положение я складываю ноги складываю ноги так сейчас наверное отодвинусь складываю вот таким образом ноги можно сесть по-турецки можно сесть любым другим удобным образом самое главное чтобы вам было удобно чтобы вы могли спокойно поддерживать спину прямой ровной можно создать себе опору из стены или стула смотрите как вам удобнее можно вообще просто поставить ноги на пол стопы параллельно на ширине таза и вот сесть вот таким образом это тоже так тоже можно вообще даже можно лежать но я сейчас предлагаю вещь потому что есть вероятность того что вы расслабитесь и уснетесь поэтому будем выполнять силы теперь проворачиваем плечи вперед доводим плечи души и отсюда плечи расслабляем ладошки раскрываем кладем на бедра они нас смотрят вверх и либо складываем ладонь в ладонь как можно так а можно вот так складываем ладонь в ладонь ладонь поддерживают правую у молодых людей правые ладонь поддерживают левую И соединяем большие пальцы. Сегодня мы с вами закроем глаза. Закрываем глаза. Закрываем глаза. Дышим носом. Если носом не дышится, дышите ртом. Может быть насморк. Если носом не можете дышать, дышите ртом. Ну, вообще лучше, конечно, дышать носом. Воздух лучше фильтруется, лучше согревается. Накапливается окись азота. Дышим носом. Вдох, выдох. Ощущаем, как струя воздуха заходит через нос. Теперь затылочные бугорочки потяните вверх. Макушечку вверх. Еще больше распрямите шею. У нас позвоночник от крестца проходит точно вверх. Через затылочные бугры. Поднимается вверх. Подбородок слегка к себе. Чуть-чуть к себе. Направьте просто его к груди. Чуть-чуть не роняйте голову, не роняйте подбородок на грудь. Просто направьте. И затылочные бугры вверх. Те, кто дышит носом, кончик языка на бугорок за верхними передними зубами. Вот за резцами верхними сразу хоп, язык на бугорок. Дышим ровно, спокойно. Дышим, как дышится. Дыхание специально не растягиваем, не урежаем. Дышите, как вот течет сейчас дыхание. Оно начнет меняться по ходу практики. Теперь размыкаем губы-зубы. Расслабляем нижнюю челюсть. Опускаем ее вниз. Расслабляем височный нижнечелюстной замок. Это место, где челюсти крепятся друг к другу. Расслабляем виски. И они становятся тяжелыми, стекают куда-то вниз. Расслабляем щеки. Глаза под веками, веки, лоб. Все расслаблено. Расслаблены плечи. Внимание на дыхание. Вдох. Струя воздуха свежая. Такая струя оформлена. Втянулась у вас. И выдох. Теплое расплывающееся облако воздуха выходит из вас. Вдох. Наполнились. Выдох. Отпустили все. Отпустили себя. Отпустили воздух. Выдохнили. Вдох, расширение. Выдох, отпускание. Отпустили. Отпустили. И сейчас мы с вами, внимание, переводим на диафрагму, на область подреберья, подребрышки и наблюдаем диафрагму. Все внимание на диафрагме, ручной и легочной диафрагме. Вдох, наполнились, выдох, расслабление, глубинная диафрагма. С выдохом выдыхаем, отпускаем напряжение и уходим в самую глубину расслабления в области диафрагмы, которое можете прочувствовать во время текущего выдоха. Прямо вчувствуйтесь туда, будет расслабление. И раскройте наслаждение в нем. Потом опять вдох, наполнились, выдох, опять все напряжение отпустили, ушли в глубинное расслабление, ощутите его глубину. И откройте в нем наслаждение. И вот так каждый вдох и выдох. Внимание на диафрагме и на глубинном расслаблении. Если внимание куда-то ускользает, размышления, воспоминания, формирование планов, звуковые какие-то отвлечения или тактильные смещается, в общем, если оно смещается от диафрагмы, спокойно это заметили, отследили и тихонечко вернули к диафрагме и глубинному расслаблению. Продолжение следует... 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 Сейчас мы его не сосредотачиваем на опоре, на диапазоне, но можем блуждать, ходить, перемещаться. И мы просто наблюдаем, куда смещается внимание, свободная осознанность. Внимание у нас как домашний питомец, которого мы отпускаем с поводка. Он может побежать куда-то, а может стоять возле нас. А мы просто наблюдаем, куда он побежал. Стоим на месте и наблюдаем. Он у нас в поле видимости. Вот то же самое с вниманием. Наблюдаем, куда смещается внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На глубинном расслаблении диафрагмы и обретении наслаждения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас делаем глубокий вдох, расслабленный выдох, не открывая глаз, растираем ладошки. Продолжение следует... Продолжение следует... Шею сзади... Перетекаем на шею аккуратно спереди, тоже проглаживаем себя, растираем. И через подбородок скользим на лицо, еще раз протираем лицо, тихонечко открываем глаза, осознавая свою телесность. Мне очень интересно, как у вас прошла сегодняшняя практика, какие открытия были, что вы пронаблюдали. Эфир я сейчас выложу. Вам я желаю глубокого волшебного дня, наполненного осознаниями, глубиной, какими-то открытиями. Шагайте в день, как любознательные следователи. Как у вас сегодня прошла ваша экспедиция, что удалось открыть. Очень интересно мне об этом будет почитать в ваших комментариях. Я вас крепко обнимаю. Да, и практику можно повторить вечером, можно повторить в течение дня, можно повторять завтра. В общем, практикуйте и совершайте очень интересное открытие, наблюдайте за изменениями. Всех обнимаю, всем чудесного дня, пока!